Кстати, я сейчас нахожусь на очередной улице Аптек, и у меня вспомнилось то, что я хотел вам рассказать про узбекистанскую медицину, дополнить. Смотрите, на эту неделю я делал УЗИ колено. Я его делал в НИИ травматологии ортопедии в Ташкентском, столичном, государственном НИИ. Мне делал специалист-узист, который другие доктора даже прибегают, чтобы посоветоваться. Она специализируется как раз на мягких тканях, там, суставов и так далее. Я сделал УЗИ, я пришел, простоял там, конечно, часа два в очереди, но это не проблема, да? Два часа в очереди уже не звучит так страшно. И мне УЗИ колено в НИИ травматологии ортопедии у этого доктора обошлось в 55 тысяч сумм. Это, по-моему, где-то 4 доллара, что ли? Я переведу, вам укажу вот здесь, сколько это. Представьте себе, для тех, кто с России, это 350 где-то рублей, 350-400 рублей, ребята. Вот вам и повод для медицинского туризма. И да, кстати, еще один пункт насчет медицинского туризма в Узбекистане. Также я сегодня ходил, ну, я делаю такой некоторый чек-ап, просто в какой еще стране можно у УЗИ специалистов с хорошим образованием, а здесь все-таки образование достаточно хорошее, типа, или в столице. Здесь несколько медицинских академий, большие корпуса, там целые городки, так скажем, медицинские. Где еще, да, можно будет сделать? Сегодня я пошел, сделал УЗИ Бурочной полости. За 110 тысяч вот в клинике, такая полукустарственная, получастная клиника, причем доктор, который мне делал, она мне вообще посмотрела все и рассказала даже. Вы знаете, я вот пришел, я ничего ей не говорил, какие были проблемы, какие могут быть. Она мне просто начала смотреть и сама все рассказала, представляете, насколько квалификация у врача, что ему не надо мою карточку открывать, он вот берет УЗИ, короче, ведет по животу и все рассказывает. Я просто обалдел, я просто обалдел, ребят. Так она мне еще проконсультировала, куда, с какими анализами пойти, к какому врачу, если захочу. Что-то как, как питаться, там, чего от чего бывает. Я, и знаете, это все так ласково, мягко, подробно, никуда не торопилась. Еще даже другой УЗИ бесплатно начала делать, вот. Так просто поглядела, промежу прочим, бесплатно, блять. Вот, и за основной УЗИ вот этой УЗИ вот этой УЗИ, ну, в принципе, все, что я заплатил, это 110 тысяч сумм. Это 9 долларов, ребят, 9 долларов. Так что приезжайте, поддерживайте местную медицину, наслаждайтесь ее качеством, услугами, возможностями. Будьте здоровы, ребят. И приносите больше добра в этот мир. Хочу дополнить отзыв по медицине в Узбекистане. Недавно нам понадобилось обратиться в больницу. У Ростислава была высокая температура, несколько дней, там, за 39. Никаких симптомов, ни соплей, голова не болела, не кашлял. Вот это было воскресенье, поэтому нам потребовалось обратиться в больницу. Возле нашего дома есть больница, Иргаш Иван Ажитопович. Привезли туда Ростислава, нас приняли сразу же. Там есть отделение, вот, где врач принимает. Она сказала, что ангина и отправила нас в инфекционную больницу. Первая городская клиническая инфекционная больница, неподалеку от центра Ташкента. Мы сели в такси, доехали до дома, взяли вещи и поехали в больницу. Приехав в эту первую клиническую инфекционную больницу, нас ласково, спокойно, мирно, тихо приняли, осмотрели Ростислава. И буквально за 15 минут положили на стационар. Вот, Настю вместе с Ростиславом. Так как Ростиславу 5 лет, он должен лежать с одним из взрослых. Ну вот. Настя осталась с ним. Их положили в палату. В палате было еще там 3 или 4 человека всего. Все тоже лежали с ангинами, чтобы не перекрещивались какие-либо инфекционные заболевания. Причем все они были в тот же день тоже направлены в стационар. Все соседи по палате. Теперь насчет условий. В палате, на каждую палату свой туалет, своя душевая с горячей водой. На этаж 3 холодильника и плита для приготовления пищи и чайники, если там надо воду погреть, дополнительно вскипятить. Вы представляете себе? И у персонала есть также духовка. Я не знаю, наверное, у плиты есть духовка. И Настя рассказывала, что иногда работники медицинские, они там приносили с собой заготовки и выпекали самсу. Вот так вот здорово. Сейчас дорогу перейду. Лечили Ростислава капельницей, уколами с антибиотиками и уколами с декстометазоном. Настя сказала, что врач и миссёстры были очень ласковыми, очень добрыми, очень обходительными. Вылечили Ростислава за 3 или 4 дня. Нам заранее сказали, что потребуется в стационаре лежать от 3 до 5 дней. В стационар можно было заказывать доставку, там, из корзинки еды, то есть из супермаркета, либо из фастфуда. Но обязательно для ребёнка, например, который лечится, нельзя заказывать то, что не входит в его диету. Потому что медперсонал, они следят за тем, чтобы правильно лечился ребёнок, чтобы всё было как надо в рамках диеты. При этом питание в больнице нормальное. То есть подавали молочные каши, супы, гороховый суп, например. Подавали фрикадельки с гречкой. То есть надо понимать, что это не пятизвёздочный отель. Еда должна быть в первую очередь питательной и полезной. Она не обязана быть супервкусной какой-то. И в этом смысле, ну, то, что подавали в больнице, это было отлично. Но это моё сугубо мнение. Медсёстры при этом максимально помогали родителям. Например, надо было что-то сходить там забрать из доставки или там с магазина. Они ходили, спускались, потому что всё-таки это инфекционное отделение. Есть некоторый карантин. И медицинский персонал очень внимательно относился к этому. Дружелюбно. Отдельно упомянуть бы хотелось чистоту. Настя рассказывала, что там настолько чисто, что даже на балконе подоконники вытирают. Там есть балкон, можно выйти, подышать свежим воздухом, посмотреть на красивое ночное небо. Она не привыкла к тому, что... Ладно, не буду это говорить. Она как-то обмолвилась, что она вышла на балкон. И ей было настолько удивительно видеть всё в такой чистоте, что она провела рукой по подоконнику балкона и увидела, насколько там чисто. И потом стала замечать, что медицинский персонал постоянно убирается. Ну, я не знаю, на медицинский персонал или отдельные уборщицы. Вот насчёт этого я не в курсе. Но там постоянно убираются, очень чисто. То есть давали всё необходимое лечение, питание, очень участливое отношение медицинского персонала к пациентам, детям, к их родителям. Быстро приняли в стационар, брали анализы необходимые все, да, ставили капельницы, уколы. Три раза в день уколы ставили Ростиславу плюс капельница. В итоге, значит, на пятый день их уже выписали, причём доктор говорил, что раньше времени, даже если хочется, она не выпишет, потому что есть регламент, по которому обязательно надо столько-то времени пролечить, столько-то курса антибиотиков и лекарства пройти. После финального укола на утро ещё раз осмотрели ребёнка. И что интересно, в какой-то момент у Ростислава сильно понизилась температура, там до 35,6, по-моему. Ну, видимо, антибиотик с противовоспалительными препаратами резко сбил температуру. На это врач обратил внимание, и к ним, к Ростиславу с Настей пришёл в палату дополнительно невропатолог, невролог, невропатолог детский, который осмотрел Ростислава, чтобы узнать, в порядке вещей ли это в этом случае или нет. И ещё дополнительно у практикующего, как бы, невролога Настя смогла проконсультироваться по Ростиславу по тем вопросам, которые у нас там были. И теперь вишенка на торте. Вот всё, что я вам рассказал. Нужно упомянуть ещё то, что у Насти временная регистрация в Ташкенте. У Ростислава, естественно, нет регистрации, так как детям до 16 лет не требуется отдельных документов в Узбекистане. Я как-нибудь отдельно расскажу про легализацию в Узбекистане, про документы, про визы, что нужно, что не нужно, какие документы, какие есть условия. Так вот, Ростиславу отдельно не требуются документы. Вот у нас есть его загранпаспорт, чтобы просто удостоверить, что он человек, что он наш сын и так далее. Регистрация у Насти своя. У неё тоже загранпаспорт. По загранпаспорту и с временной регистрацией их приняли. И теперь, что является вишенкой на торте? За всё вот это, что я вам рассказал, за все вот эти условия, за всю эту медицину, с нас взяли 0 суб, 0 рублей. Не попросили ни взятки, ни ничего на руку, никаких официальных плат. То есть, с временной регистрацией, вот вы приехали, зарегистрировались, у вас временная регистрация, вы можете даже ложиться в больницу на стационарное лечение. С вас за это не потребует денег. Конечно, перед тем, как мы в эту больницу поехали, я позвонил. Позвонил по больнице и спросил, вот у нас такая ситуация, мы были сейчас в своей больнице, в Рыгашево, нам сказали, что у нас ангина фолликулярная, гнойная, нам надо поехать в инфекционную вашу. Это будет платно для нас или нет? Мне ответили сразу же в регистратуре, на звонке, сказали, что если у вас инфекционная ангина гнойная, то это лечение будет для вас бесплатно. Ну, видимо, можно как-то ради профилактики, возможно, туда лечь или что-то еще, но если это профильное по этой больнице, то вы даже с временной пропиской, с временной регистрацией можете обратиться и получить бесплатное медицинское послуживание в Узбекистане. И мне, честно говоря, хочется сказать низкий поклон чиновникам, которые это все устроили, и, естественно, конечно, докторам, и медсестрам, и санитаркам, тем, кто убирается, потому что... Тем, кто готовит кушать, потому что это настолько немысленно в современном меркантильном мире, что такое может быть. Какой-то, знаете, какой-то как будто добрый отголосок советского времени, когда о людях, вероятно, ну, не во всех смыслах, но вот в плане медицины заботились, что ли, что ты человек, и ты имеешь право на медицинское обслуживание, на бесплатное медицинское обслуживание. Конечно, когда мы только обратились, у нас спросили, мы туристы или здесь постоянно живем. Я думаю, что, возможно, если вы как турист приехали и не зарегистрировались, ну, может быть, какие-то другие будут условия, но надо понимать, надо понимать, что вряд ли такое будет, что вы приедете и не зарегистрируетесь здесь, потому что в Узбекистане, я об этом, возможно, сниму отдельное видео, да, не более трех дней можно без зарегистрации находиться, вам в любом случае по приезду надо зарегистрироваться там через отель, вот, или самостоятельно там с хозяином в паспортный стол сходить, что вы там будете находиться такое-то время больше, более трех дней. Вот такая вот история, вот такое вот дополнение насчет медицины в Узбекистане. Всем спасибо, рассказывайте свои истории, поделитесь ими в комментариях, расскажите свой опыт, расскажите, пожалуйста, о том, как вы принимаете эти условия, то есть вы считаете, что это правильно и хорошо, или вы хотели бы что-то в этом изменить. Тоже будет интересно ваше мнение. Если у вас есть опыт также и в других странах, опыт, как вы сталкивались с медициной в других странах, расскажите тоже в комментариях, это очень интересно, это на самом деле очень важно, ведь медицина, особенно когда-то еще и семейный человек, для семьи, это становится одним из приоритетных вопросов при эмиграции, или там при переезде, или даже просто при туристической поездке. Ну все, до встречи!